друзья всем привет ну что разберем черноморец динамо счет 3 2 как мы знаем да ну и я скажу что сразу же что судья был 12 для динамо сегодня потому что давайте сначала первый тайм ванна 13 минута перекладина хороший пас от ермоленко я так понимаю черпачки у нас сейчас пошли в моде в динамо да отдал такой пас подсечку сделал ну и ваннат пробил ну попал перекладину вот так вот началась игра ну и 20 вагимян голевой я так понимаю от шапаренко головой сбросил ну я вагимян так пробившую как я назвал бильярдный гол ну шапаренко записал на себя голевой вот так вот 20 минута ну и ермоленко так пробил штрафной на 29 я думаю что лучевский испугался не знаю начал заикаться или нет потому что но я честно говоря таких ударов еще не видел но и вроде и поле то она хоть и болеет но ровно и все-таки поле ну пробил пробил ладно ну шапаренко там на 41 был момент но я бы не сказал что это момент потому что очень сложно было ему забить уже шевченко голкипер был около него он уже сблизился вот прочитал и тут уже только или в грудь или в ногу но он там пытался обвести ударом но в общем момент не момент потому что забить было очень сложно так что не считаю это за момент ну поволноваться пришлось если так брать наших тренеров вот когда полумоменты моменты все равно волнение есть ну иванат хорошая позиция пробил но правда не знаю хотел видимо пробить и шевченко чтобы ворота залетел с мячом куда бил зачем бил так бил то правильно сильно но опять же ну куда-то хоть сторону и уже по сути гол нет пробил шевченко ну и пол по сути потащил что еще 45 ну тут вообще честно говоря это уже такого еще не видел но уже я начинаю привыкать вот к этому когда помните из хорошие атаки хадида с бойчуком сделали ну показали какой вот у них уровень вот мастерства мышления то что ну никто ходите не мешал бойчук как бежал там ну чуть ближе до к центру но только по бровке вот так вот как бежал почти до по левой стороне почему-то не срезал ну не бежал в середину потому что получай и сразу же ты выходишь один на один ну правда там позже надо дать пас был такой что так самое главное что если бы даже успел и остановил бы мяч бойчук он бы все равно оттуда не забил потому что он бежал на такой позиции там почти с левого фланга вот ну чуть ближе к центру только вот оттуда что же надо забить вместо того чтобы срезать и бежать в середину вот кстати может быть еще и успел бы на пас вот этот бездарные от хадиды вот так вот закончилась атака по сути вот гол в раздевалку забивайте и уже все в порядке ну ладно давайте 46 вот тут уже пошли ну помимо там желтых еще не показывал до амельченко судья вот 46 нищеред 46 47 тут не так не так важно начало второго тайма тут же нищеред ловит голову я честно говоря даже и не запомнил этого парня но в мяч он не попала в голову попал ну это насколько я знаю это пенальти ну ладно не дал ну и тут уже я не знаю вишенка на торте наверно 48 гол ермоленко ну ребят ну честно я не знаю какую оценку получит амельченко два фала не заметил сначала фалил сидорчук причем срезал потом ермоленко фалил тут же сразу же ну атака и забивают ну контратака естественно хорошо выбегают динамовцы здоровья видимо уже хватает только вот мастерства и мышление пока мы не видим вот что еще можно здесь сказать ну и штогрин да как говорят дачок понюхал мяч футболисты там чиркнул или не достал но чем понюхал ну и штогрин выбежал бы ну с первого раза вообще-то было проще забить ну не черед там отбил и вот со второго раза причем с такого угла ну с песочной ямы как говорят игроки до попал еще и там же уже и футболисты там чуть ли не 3 их было вот и все равно мяч залетел так что что ты штогрин ты молодец но лучше забивай с первого раза потому что реально ну как все у нас как всегда простые мячи мы не забиваем они вероятные залетают вот ну забил молодец с острого угла так сидорчук ну тут тоже я не знаю что роман мой друг григорчук сделает с гучиком потому что ну куда вот он полез в центре поля мы знаем да я думаю что даже мои коты знают что в центре поля больше двух касаний нельзя делать куда-то полез на стенку в итоге сидорчук забрал мяч это вот все гучик отдал на ваната ванат цепляется даже доходит там до линии уже лицевой там уже цепляется ждет находит сидорчука этот здорово попадает до зрячая в угол исполняет и забивает гол уже когда гол мяч уже когда был сетки гучик только вот подъехал на такси вот вот так вот гучик создал себе сам момент ну что еще можно ну сирота по 1 8 3 получил ну я считаю заслуженная желтая 2 так что тут красная ну я думаю что дело даже не в этом хотя и в этом что там и так защита у нас у динамо не особо да хорошо играет но это я так мягко чтобы не материть и не ругать а вот а тут еще и удаление ну что тут можно сказать вышел и еды друзья но я не знаю почему он запасе был но может еще не готов в ромы надо спросить а вот ну очень хорошо вошел в игру и не потому что он там забил тяжелый гол как говорят да ну тут а вагимян нашел шпор на ну супер до прорезающий такой пас 1 по сути это его и я бы записал на его гол вот потому что нож спорн кстати тоже мог и пожадничать но вот отдал и тяжелый гол забил еда который мне очень понравился во-первых цепляется здорово вот все что надо для нападающего особенно тем более вот в такой игре в концовке хотя динамовцы тоже надо отдать должное старались и в десятером уже тоже атаковали что приветствую я но правда опять же атаковали но били и в основном в игроков вот ну опасного как всегда ничего не было были хорошие атаки но они заканчивались ударами там то в ноги то мимо то еще куда-то потому что у нас что-то очень часто я начал замечать у динамо недопонимание друг друга вот это кстати не очень хорошая тенденция потому что вроде как уже сборы прошли игроки вроде те же но вот смотрим что там ну помимо брака конечно да там вечно что-то перебивает но здоровье то в ногах уже навалом сборы прошли ну вот помимо брака вот еще и вот недопонимание причем не от кого-то от вермоленко которые и пятками может играть и под себя на себя может как всегда сделать и ненужных касаний как я говорю тоже любит андрей делать зачем не ко мне вопрос ну и что вот так вот закончилась игра черноморец поздравляю с победой динамо теряет очки но не думаю что что-то страшное произошло потому что еще одна игра но все так будет терять или проигрывать тем более то так и будем на четвертом месте вот такой вот разбор сейчас буду смотреть шахтер ну посмотрим что кто тут наиграет с кривбасом